Ну, конечно, я тоже недоволен. Все хотели хэппи-энда, но его не случилось. Он не случился и, конечно, было жалко всей этой ситуации. Не будем спойлерить, кто не смотрел. И вот, как бы, хотелось, чтобы все закончилось красиво, все были счастливы. Ну, последнее, вот, я прочитал про первую автобиографию. Сейчас читаю «Секрет успеха», называется книга. И вот, в принципе, про первую мне понравилась, как бы, такая легкая автобиография. Про него, про великий полузащитник, который мне импонирует. Интересно мне вообще читать автобиографии известных личностей, спортсменов и узнавать там что-то новое у них. И, конечно, много, но можно много у них взять. Да и русская, и иностранная. Люблю хип-хоп такой, рэк. Мне больше нравится. В принципе, могу и поп-музыку слушать. Я, скорее всего, больше меломан. То, что звучит на слог, не может нравиться. Ну, конечно, национальные наши. И манты с тыквой, но самая любимая плов там, лагман тот же. И всю нашу национальную кухню я люблю. Ну, редко бывает. Очень редко. Можно чуть-чуть расслабиться, но это очень редко бывает. Так же, как и наша кухня домашняя. Это все мучное, все жареное. И это я не всегда себе позволяю. Ну, любимый футболист, конечно, Криштиан Роналду с детства. Он является кумиром моим и приятно просто наблюдать за его мотивацией, за его менталитетом, то, как он работает и это мотивирует. В чем его отличие от Месси? То, кому-то нравится Месси, кому-то Криштиану. Ну, они оба великих. Они оба. Просто два. Это два игрока, которые... Которым... На которых вообще, я считаю, что мало кто может достичь такого уровня в ближайшие годы. И... Ну, они просто инопланетяне. И считаю, что на протяжении десяти лет они играют на топ уровне. И не зря они взяли по пять золотых мяча. Так что это все само за себя говорит. Ну, они разные стили имеют. И мне просто уже... Просто понравился с детства Роналду. И я всегда за ним наблюдал и всегда брал у него что-то. Конечно, Месси это... Ну, Месси ему дано. И он делает тоже невероятные вещи в плане игры. И... А Роналду, он просто машина, которая добивается результата вообще. За счет своей колоссальной работы. И это, безусловно, не может не импонировать. Тут стоит только учиться у обоих. Потому что они делают, ну, невероятные вещи. Ну, я всегда стараюсь сдержанно вести себя. И терпеливо. Ну, конечно, какие-то вещи могут вывести меня. У меня, ну, даже на поле, как бы... На поле я не являюсь таковым. Я считаю, что, ну, вывести можно, потому что там... Играет грязно, играет там некрасиво, там... По отношению к нам, там, к соперникам, если будет, то я, конечно, не буду, не смогу сдерживать себя там полностью. Что за компрометирует? Компромат вы на меня хотите? Позвал бы... Ефрейма бы позвал. Вы с ним хорошо общаетесь? Да, хорошо общаемся. Вы еще познакомились с Коноплевской? Да, бы с Коноплевской знакомы с ним. Не буду говорить, вижу или нет, но, конечно, я стремлюсь к этому. И это моя мечта, чтобы играть, ну, на топ европейском уровне, где команды борются за самые высокие места. Даже Испания. Конечно, Испания – это, наверное, топ-1. Испания, Италия, Франция, ну, топ... Конечно, любой чемпионат, там, топ-5, которые... Которые там в тройке команды идут, я считаю, что... Я хотел бы попробовать там себя, и надеюсь, у меня получится. За счет колоссальной работы, надеюсь, достигнуть этого. Испания. 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 Продолжение следует...